Собирательский образ. Собирательский образ коллекции семейства Щукиных воссоединились в ГМИИ. Газета «Коммерсант» номер 104 от 19 июня 2019 года, СТР. 11. В ГМИИ. А. С. Пушкина открылся масштабный арт-проект Щукин. Биография коллекции, собравшая воедино шедевры импрессионизма и постимпрессионизма, разделенные между Москвой и Петербургом. Хотя в названии выставки фамилия знаменитых купцов употреблена в единственном числе, в экспозиции раскрываются вкусы и пристрастия каждого из четырех братьев-коллекционеров. В этом и состоит главная интрига проекта. При всей шедевральности выставленных вещей зрителям предложено восхищаться не ими, а художественным чутьем московских коммерсантов, считает Сергей Соловьев. При входе на парадную лестницу ГМИИ зрители встречают полотнище с розанами и лилями, на каждом из которых написаны имена главных героев экспозиции – Сергей, Иван, Дмитрий и Петр. Эти цветастые стяги – очевидный намек на торговлю сетцами из Ивановой шуи, которая позволила отпрыскам купца первой гильдии Ивана Васильевича Щукина курсировать в Париж. А богемному Ивану Ивановичу так и просто прожить там все свое состояние, закупая модные полотна. Правда, помимо упомянутых четырех братьев было еще двое – Николай и Владимир, увы, не заразившихся бациллой коллекционирования. Но здесь важны не нюансы, а некий собирательный образ предпринимателя, который в начале 20 века со всей страстью кинулся покупать современное, если не сказать радикальное искусство от Мани до Дерина. Претерпел разорение и унижение в годы советской власти, но реабилитирован и даже восславлен. В этом смысле идеальной акцией на вернисаже стало вручение российских паспортов на фоне матисовского танца французскому внуку Щукина Андре Марку Делакфурку и его супруге. В деле возвеличивания Щукиных как собирателей самого актуального искусства своего времени Пушкинский музей следует за парижским. Как известно, Щукинской коллекции был посвящен выставочный блокбастер фонда 2016 года иконы модернизма, собравшая немыслимое число зрителей. В Москве, как и обещала директор ГМИИ Марина Лошак, совершенно другая выставка и совершенно другая диспозиция ценностей. Уже хотя бы потому, что проект встроен в залы музейного образца. 19 века и кураторов больше заботил чисто московский, краеведческо-биографический ракурс коллекции. Это особенно бросается в глаза в первом зале, посвященном Петру Щукину. Дизайнеры Кирилла Санадежда Корбут вписали в цветаевский интерьер многочисленные шкафы, витрины и стенды с эклектичным собранием Петра Ивановича, оставив на своих местах слепки с древнеримских статуй. Так, обнаженная Ренуара восседает под копытами форнецкого быка, из-за большой иконы рамы. 17 века и филоне этого же времени выглядывает голова убивающего себя гала, многочисленные светца, редкие ткани, сундучные ключи и прочий старорусский антиквариат, большая часть которого нынче хранится в историческом музее, прижимаются к гипсовым торсам. Следующий зал и вовсе напоминает постоянную экспозицию ГМИИ. Это и понятно, Дмитрий Щукин собирал старое европейское искусство, от кранахов до малых голландцев и шардина, которое затем полностью влилось в коллекцию Пушкинского. Анна Толстова о выставке-блокбастере. Отдав должное трём братьям, экспозиция резко разворачивается к Сергею Щукину как ни крути, но именно он обеспечил Москву и Петербург картинно-валютными резервами. И здесь устроители выставки начинают играть с интерьерными стандартами эпохи модерна, превращая зал ГМИИ в подобие комнат Щукинского особняка в Знаменском переулке. Отсюда и пресловутая шпалерная развеска импрессионистов, когда голубые танцовщицы Дега оказываются прижатыми сверхустогами и садовыми мостиками Мони, и экзотический иконостас Таитянского Гогена, на верхотуре которого, непонятно о чего и зачем, притулился портрет доктора Рея Винсента Ван Гога. Под самый конец вновь приходишь в изумление от игр с гипсовым кичем, когда кульбистические работы Пикассо, одна только три фигуры, парафраз авиньонских девиц, могла бы стать отдельным выставочным хитом, оказываются рядом с древнегреческими дискобалами и прочими афинами, а между пастфавистских полотен дерева мерцают силуэты статуй Микеланджело. Можно, конечно, отвлечься от всех этих экспозиционных наслоений и просто восторгаться музеем, который мы потеряли в 1948 году, ведь стоит собрать воедино из ГМИИ и Эрмитажа картины Великой Щукинской Троицы Сезана, Матисса, Пикассо, «И вот уж мир лежит у твоих ног». Однако урок, извлекаемый из биографии коллекции, явно рассчитан на актуальную российскую повестку. В конце концов все лучшее музейное собрание происходит от частных коллекций. Государство редко осмеливается покупать неопробированное искусство. Фото, Эмин Джафаров, коммерсант.